Итак, кто-то хочет ответить? Можно я? Можно я? Кто-то, кроме Элис? Не все так хороши в математике, как мистер Уокер и отличница Элис. Крис, к доске! Крису, например, не помешало бы знать парочку полезных математических лайфхаков. И как это решить? Ну же, это ведь так просто! Эм, кто-нибудь знает, какой ответ? Крис, смотри, ответ 56! Сколько? Ничего не понял. Да, новым мастером маникюра я довольна. А, понял, и правда легко. Готово! Да, Крису явно нужна помощь в решении. И его рисунок нам как раз пригодится. Напишем над пальцами цифры. От 6 до 10. И на второй руке тоже. Где наша 7? Вот она. Где 8? Вот, 8 на другой руке. Заштриховываем пальцы с цифрами поменьше. Получилось 5 пальцев. Вот и пишем 5 в ответ. Но это еще не все. А как же остальные? На одной руке осталось 3. А на другой 2. Умножаем эти две цифры и получаем 6. Вот и наш ответ. Ах, Крис. Похоже, Крису без лайфхаков действительно не обойтись. Садитесь, Крис. И хотя бы ответ запомните. Крис, все эти правила нужно выучить. Кому они нужны? Тебе на контрольной. Джессика, а вы чем здесь заняты? Ничем. Стоять. Раз такое дело, я знаю, чем вас занять. Решите-ка мне вот этот пример. 4 пятых минус 1 шестая. Прошу. Помогите кто-нибудь. А этот пример оказался сложнее обычного. Хотя, кажется, Криса этот факт совсем не беспокоит. Я не знаю, как его решить, мистер Уокер. Ваша бабочка нам поможет. Следите внимательно. Впишем дроби в крылья бабочки. Теперь умножаем числа в углах. 4 на 6 равно 24. А здесь 5 умножить на 1 будет 5. Записываем ответы с обеих сторон усиков. И вычитаем 5 из 24. Получается 19 вверху. И умножаем 5 на 6, чтобы узнать цифру внизу. А вот и наш ответ. Просто поразительно. Такой креативный, но простой способ. Ребята, смотрите. Вау, так просто. Теперь я все понимаю. Чего? Фе, это куда веселее. Тесты – это всегда стресс для студентов. Но, как видите, Крису никакие стрессы не страшны. Псс, Крис, дай мне поиграть. Лови. Поймал. Как вам не стыдно? Никаких попыток на занятиях. Это все из-за тебя. И не болтайте. Зачем ты его бросил? Ничего, после занятия мы просто заберем его из сейфа. Ох, уже эти студенты. В колледже учиться надо, а не в игрушки играть. И помните, я за вами слежу. Решайте тест. Итак, операция по спасению попыта из камеры началась. А, ты чего меня пугаешь? А ты чего? Ладно, тихо. Приступим. Кажется, я слышу, как они зовут на помощь. Ай, нет, этот метод не работает. Давай поставим его на стол, так удобнее будет. Ой, это же пароль. 97 умножить на 96. Сейчас я это решу. А, нет, мой заряд на нуле. Кто б сомневался. Я все сделаю. Что? Да ладно. Придется решать самим. Ой, кто здесь? А-а-а! Нам конец! Я буду защищаться! Мы ни при чем! Да успокойтесь, вы это я. Я просто в библиотеке уснула. Эбби, ты же умная. Реши пример. Точно? Помоги нам. Реши его, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно. Слишком уж я люблю математику, чтобы отказать. Я и вас научу. Смотрите, чтобы 97 умножить на 96, мы должны каждое из чисел вычесть из 100. 100 минус 97 получается 3. А 100 минус 96 – 4. Теперь прибавим 3 к 4. Получаем 7. 7 тоже нужно вычесть из 100. Получили 93. И записываем ответ сюда. Теперь осталось только умножить 3 на 4. Получилось 12. Это пароль? Да. Ура, спасибо, Эбби. Скорее открываем сейф. Сработало. Пароль правильный. Доставайте их. Ой-ой. А-а-а! Спасите! Студенты, что здесь происходит? Вы взломали мой сейф? Стойте. Вы решили пример? Кто? Эбби? Молодец. Вам, Эй. А вы помогали? Тогда все получают поощрительные призы. Наши попытки! Наконец-то! Ничего не понимаю. Эти цифры скоро будут сниться мне в кошмарах. Мне нужен калькулятор. А где мой смартфон? Давай же, мы не можем проиграть. Вперед! Мам, мне нужен мой смартфон? Или может ты поможешь мне решить пример? Нет-нет, еще чуть-чуть, у меня сражение. Не сейчас, сынок. Мама занята. Но, мам, это важный тест. Но что мне делать? Я опять получу эф, а мистер Уокер опять будет надо мной подшучивать. Что случилось, внучок? Я не знаю, как это решить. А, не волнуйся. Сейчас я тебе помогу. Я знаю очень простой способ умножения. Цифра 21, значит, нам нужны две спицы здесь и одна здесь. 32, значит, три спицы так и две спицы вот так. Теперь считаем все точки пересечения по порядку и получаем ответ. Ух ты, я все понял. Спасибо, бабуль. Второй я сам решу. Здесь три, а здесь десять. Получилось четыреста три. Бабуль, смотри, я решил. Бабушка спит. Хе-хе, я решил. Крис, я приятно удивлен. Все не так плохо, как обычно. Ага, спасибо, мистер Уокер. Эх, я бы тоже чего-то съел. О, а вот и мой перерыв. Иху. Эй, а как же голодные студенты. Так нечестно. Повар ушел. Отлично. Как раз этого я и ждал. Кажется, профессор Уокер что-то задумал. Вау, а сколько стоит этот прекрасный бургер? Бургер? Оу, всего ничего. Вот. Решить пример, чтобы узнать цену? Ради бургера я готов даже на это. Две тысячи на сто плюс. Готов, но не способен. А каша? Тарелка каши пять долларов. Сколько? За кашу? Ладно, делать нечего. Давайте кашу. Отличный выбор. Она очень полезна. Приятного аппетита. Да, спасибо. Здравствуйте, мистер Уокер. Добрый день, Эбби. Что будете? Каша пять долларов. А цена бургера в решении. Это не трудно. Сначала выполняем действие в скобках. Сто плюс сто равно двести. Зачеркиваем нули. Делим двадцать на два. Получается десять. Умножаем десять на одну десятую. И получаем ответ. Один доллар. Я буду бургер, мистер Уокер. Молодец, Эбби. Ваш золотой бургер. Приятного аппетита. Вот как полезно бывает учить математику. Пахнет так себе. Эй, а я за эти опилки все свои деньги отдал. К итоговому экзамену по математике каждый готовится как можно тщательней. Но такие запасы шпаргалок могла сделать только Джессика. Да, я готова. Только бы еще не так сильно волноваться. Здравствуйте, мистер Уокер. Доброе утро, студенты. Надеюсь, вы все хорошо подготовились. Начнем наш экзамен. Вот ваши бланки. Крис, Эбби, можете приступать. У вас ровно сорок минут. О, это я помню. Крис рассказывал про бабушкин лайфхак со спицами. Получается триста пятьдесят два. Хм, дроби. Для дроби я воспользуюсь способом с бабочкой. Получается девятнадцать тридцатых. Сначала в скобках, потом деление. Готово. С такими крутыми лайфхаками даже шпаргалки не нужны. Осталось только узнать результат. Спасибо, Джессика. Возвращайтесь на место. Такс, посмотрим. Отлично. Вы все сделали правильно. Правда? Ура! Джессика, шпаргалки. Серьезно? Ладно. Эбби, все хорошо. Спасибо. Я, в общем-то, знала, что так и будет. Криса, вы меня очень порадовали. Совсем неплохо. Би с минусом. Это победа. Наконец-то. У меня не Эв. Да уж. Что еще студенту для счастья нужно? Ура, ура, ура. Спасибо, мистер Уокер. Вот это правильная реакция. Я это сделал. Мы это сделали. Мы сдали экзамен. Математику учить важно и нужно. А чтобы это было еще и легко, пользуйтесь нашими лайфхаками. Что-то пропустили или не поняли? Просто посмотрите ролик еще разок. Понравилось наше видео? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. До встречи!